Впервые такое совещание прошло в 2007 году в Ханты-Мансийске. Вот спустя 8 лет современное состояние и перспективы развития биосферных резерватов ЮНЕСКО обсуждают в Олимпийской столице. В ходе встреч представители заповедников, парков и других природоохранных территорий рассматривают свои рабочие моменты, отчитываются за прошедший год и решают наболевшие вопросы. Большое внимание в программах ЮНЕСКО уделяется сохранности и ведению научных тем, поэтому в ходе совещания участники представят свои идеи и обменяются опытом. Большие темы для меня – это, конечно, создание охранной зоны заповедника. Мы не будем создавать более 20 лет. Это для меня, конечно, вопрос будет. Ну и, конечно, второй вопрос, который будет, конечно, продвигать изучение большей науки. Мне очень интересна тема, как Олимпиада влияет, не влияет, хотя мы знаем, что у нас нет с этим вопросом, но тема интересная – на будущее посмотреть курорт города Сочи. Я считаю, что он необходим быть, но будет ли влияние, не будет на природу. Но я думаю, это тоже будем обсуждать. Еще один вопрос, на который постараются ответить сотни специалистов природоохранных организаций – зачем заповедникам и Национальным паркам России статус биосферных резерватов? Минприроды России намерена расширить их количество. За 40 лет работы программы МАП в стране создан 41 резерват, и уже многие парки и заповедники хотят войти в состав биосферных. Ведь помимо первоначальной задачи по сохранению природных уголков для будущего поколения, природоохранные территории рассматриваются в качестве площадок для новых идей. Мы очень надеемся, что в ближайшие до 50-летия программы МАП будет создано еще энное количество, и в первую очередь нужно создавать их в регионах и в субъектах. Эти инициативы уже поступают, но для этого должно быть четко записано в наших поправках к закону, кто что может создавать и кто за что отвечает. Вся зона сотрудничества должна строиться именно так. А вот какие новые стратегии в работе будут применять заповедники, об этом речь пойдет во время круглого стола и пленарного заседания. Кстати, 10 декабря участники совещания отправятся на экскурсию в Сочинский национальный парк, прогуляются по территории федерального заказника и ознакомятся с работой Кавказского биосферного заповедника, который этой зимой продолжит реализацию прошлогоднего проекта туристического походного и снегоходного маршрута и впервые представит скитур, где можно не только прогуляться на лыжах и снегоступах, но и поучиться в спецшколе и езде на снегоходах. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.